День добрый, дорогие друзья, в эфире программа «Семейный доктор». Я приветствую вас в студии, как всегда, Анатолий Алексеев. Итак, как мы с вами договорились, последняя передача у нас с вами сегодня и еще одна в этом году. Я буду отвечать на ваши вопросы. Целиком две передачи. С начала Нового года уже в записи пойдут три передачи подряд, посвященные псориазу. Ну, по сути, я немножко напомнил начало и то, что надо делать в течение энного времени. Ну, а сейчас, пожалуйста, я слушаю. Алло. Алло. Анатолий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит УФА. Меня звать Мария Дмитриевна. Мария Дмитриевна, слушаю вас. Вот. У меня вот такой вопрос. Я давно очень смотрю вашу передачу и вроде бы мне все понятно. Но так получилось, что вот я где-то пила кору его. В общем, всю программу это прошло. 12 дней и все. А потом через два месяца я легла в больницу на операции. По-женски у меня было опущение. В общем, удачно все прошло. Оттуда из больницы вышла. И где-то через два я вновь стала уже пить. Опять кору его. И только вот вместе эту солянку холмовую, петрушку, стевию немножечко. Все заварила в одном стакане. Вроде бы все было нормально. И вдруг у меня такой был сильный приступ. Столько вышло желчи. Я просто не знаю, там это было серо-бур-мариново какая-то грязь. Ну. Вот. Я, значит, испугалась. Да, Марья Митлевна испугалась, схватилась за голову, сказал, сволочь Алексеев чуть не погубил. Нет, 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 нет. Я просто знаю, что у меня камни в желчном пузыре и в левой почке. В желчном пузыре до пяти миллиметров, а в почке до трех в левой. Ну, вот они, видно, зашевелились. После этого еще было три таких приступа, но незначительные, но уже без желчи. Вот. А теперь, значит, раз у меня камни, я купила литерезин и стала пить литерезин. Вот уже месяц пью литерезин. Приступов нет, но перестала пить солянку холмовую, вот петрушку и стевию. Просто пью и луко, и душицу. Что мне вот сейчас сделать? И хочу пропить литерезин четыре месяца. Да, я понимаю. Марья Дмитриевна, вы знаете, какая штука? Да, я так полагаю, что не меньше. Я полагаю, что не меньше. Только вы зря бросили солянку холмовую. Так. Понимаете, я бы посоветовал вам сейчас как раз в большей степени побеспокоиться о солянке холмовой и о петрушке. Так. Понимаете, и бояться здесь не нужно. Понятно, что в том препарате, который вы назвали, там по сути тот комплекс трав, который там есть, он способствует очищению. Как раз желчного пузыря и не только желчного пузыря и почек, но освободить организм от всех конкрементов, которые могут быть в виде песка, мелких камушков и так далее, в разных других полостных органах. Это возможно. Но только я советую вам, почему солянку холмовую? С тем, чтобы в хорошем состоянии держать желчные протоки. С тем, чтобы вот эти вот окклюзии, связанные с лишним билирубином, так сказать, вот с такого рода вещами, они были все более-менее свободны. Тогда ток желчи будет нормальным, и именно это и будет способствовать уменьшению тех конкрементов, которые у вас есть. Точно, это же имеет отношение и к почкам. Почему я прошу Петрушку обязательно сохранить? Вы знаете, что... Я его продолжу. Да, в силу того, что вот тот приступ, о котором вы говорите, понимаете, это... Вместе с желчью, видимо, и песочек выходил. Довольно, надо было посмотреть бы это. Ой, ну там такая просто непонятная масса. Ой, какой-то вот света только не было. Вот я об этом и говорю. Желтое, зеленое, бурое, что-то такое. Абсолютно верно. Да. Это, так сказать, билирубиновые камни шли, билирубиновая замазка. Вместе с желчью, со всеми вещами. Ну так, слава богу, что она вышла, и все. Понимаете, проблем особых, я так понимаю, не возникло. Это неприятно, безусловно, и больно. Оно, как бы, так сказать, так есть уже. Но, слава богу, проблем особых нет. Поэтому я вам советую обязательно вот эти вот, по крайней мере, вот тот срок, который вы себе поставили, да, вот прямо сейчас начать. Снова солянку холмовую и с петрушкой. Месяц пропить и остановиться. Остановиться с петрушкой и с солянкой. Это очень, очень важно. Дать возможность поработать организму, так сказать, почистить самому, без пинков. Да? Через месяц снова повторить солянку холмовую и с петрушкой. Вот таким вот образом. Я думаю, что все будет очень неплохо. Единственное, я бы вам советовал, несмотря ни на что, постараться увеличить, ну, хотя бы, там, грамм на 300-400 воды. Вот так. Да. Хорошо. И очень жестко, очень жестко, понимаете, вот этот момент очень важный. Распределить режим питания. Понимаете, пожалуйста, ешьте, кушайте так, как вам хочется, потому что лишнего веса, насколько я понимаю, у вас нет. Нет, ну да, нет. Это видно. Извините, слышно. Вот, поэтому, так сказать, лишнего веса нет, поэтому, пожалуйста, кушайте столько, сколько вам нужно. Не переедать ни в коем случае, соблюдать режим. Четыре часа от еды до еды. У меня давление, Анатолий Ефимович, нормализовалось. Конечно. Наверное, год у меня вообще. Вот, ну, я очень вместе зависимый человек. Да. Вот так и в магнитной буре, так и в... Я понимаю, всему своё время. Хорошо. Запомните, всему, каждому овощу своё время. Понимаете, а мы себе навыращивали овощей столько, что дальше ехать не могу. Ну, вот, надо их потихонечку собрать. Да. Слушаю. Ещё, значит, у меня вот... Вот я сейчас пью кальций на камне Д3. Да. Теперь пью масло на ночь холодного копчения. Ой, не давление. Не ноля. Холодного копчения масла, это хорошо. Надо попробовать. Да, я пью всё время на ночь столовую ложку. Теперь пью этот... Калий... Ой, Господи, а... Ну, у меня, правда, там анализы хорошие, всё, но у ёлки есть. Йодистой калий? Да. Ничего это? Можно? Вы знаете, какая вещь? Я бы, во-первых, так сказать, масло бы, извините, на ночь не пил. Не пить. Потому что я, честно сказать, не очень понимаю, зачем это вам нужно. Понимаете? Потому что масло всегда провоцирует сброс желчи. И вы, прошу прощения, себе на ночь устраиваете некую запиндю. Понимаете? Всё-таки масло нужно перед едой употреблять. Перед едой или с едой. Да, понимаете? Во-первых, так сказать, процесс пищеварения будет уйти лучше. Во-вторых, правильный сброс желчи, а желчь сбрасывается не сама по себе, а только по команде, а команда протекает тогда, когда появился пищевой комок, и с ним надо разобраться. И вот когда пищевой комок и желудка проходят в 12-ти перс, но вот тогда происходит сброс желчи и, кстати сказать, панкреатического сока. Вот об этом не надо забывать. Потому что мы все забываем о том, что вот желчь, желчный пузырь, камни, всё. А про поджелудочную забываем. А вот этот вот неправильный, нерегулярный, несистемный сброс желчи, он может привести к развитию панкреатита, воспалительных процессов в поджелудочной железе. Мы о ней-то не должны забывать, и насиловать её не нужно. Понимаете? Поэтому очень важно. Вот вы едите три раза в день, я условно говорю, да, перед едой, там за 5-10 минут, вы выпили вот то самое масло, да, масло потребует сброса желчи. Потому что такой момент серьёзный. Да, для чего? С тем, чтобы нейтрализовать жирные кислоты в 12-ти перс на кишке. Одновременно организм потребует сброса и панкреатического сока от поджелудочной железы. Это происходит одновременно. И если вы это делаете регулярно, вы потихонечку нормализуете вот эту синхронность работы этих органов. Да, открывается желудок, да, расслабляется привратник, сброс желчи, сброс панкреатического сока. Мы таким образом ещё, к всему прочему, восстанавливаем PH желудочно-кишечного тракта. То есть вот тут то самое слабо-кислая среда, которая нам с вами в основном щелочная и нужна по желудочно-кишечному тракту. Поэтому, пожалуйста, вот заниматься питьём масла просто для того, чтобы где-то что-то вы такое услышали, не надо. Понимаете? Такого волевого сброса желчи не надо себе устраивать. Хорошо. Понимаете? Потому что это ведь процесс связан не просто с желчным пузырём и не просто с желудочно-кишкой. Это процесс, который касается PH организма. То есть вот этого правильного кислотно-щелочного равновесия в организме. Вот о чём идёт речь. Спасибо вам огромное. Не за что. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. С наступающим вас Новым Годом. Ваши инвалиды, вас также. Я ещё успею вас поздравить. Хорошо? Спасибо большое. До свидания. До свидания. Всего доброго. Я готов отвечать на ваши вопросы. Ну так вот я напомню вам, что буквально начиная вот с 5 января, мы так с вами договорились, пойдут в записи программы, посвящённые псориазу, борьбе с псориазом, так как я и просил. И они будут идти в записи. Я не буду отвечать тогда на вопросы, естественно. Поэтому вот старайтесь сейчас. Алло, я слушаю. Алло. 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 Анатолий Ефимович. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами говорит Наталья Евгеньевна. Мне 43 года. Я с 2,5 лет болею. Мне станет болеть эпилептика. Да. Так, но дело в том, что вот я ездила во Владивосток, и мне там, когда прошла этому агрессию, и ещё, так сказать, не помню, как называется это, обслеживание, мне поставили защемление шейного нерва. Да. Эпилепсии у меня, как говорят, вообще нету. Как мне вот можно, я теряю постоянно сознание, потеряю это самое, но вот не помню ничего, что со мной было там, вот в этом. Как мне быть? Что мне... Наталья Евгеньевна, вы были вот в краевом центре медицинском, где проводили вам обследование, магнитоядерную томографию делали и прочее. Скажите мне, пожалуйста, вам рекомендации дали? Ну, мне рекомендации толком не дали. Мне говорили, чтобы я пила лекарства от эпилепсии. Сейчас, секундочку одну, Наталья Евгеньевна, понимаете, я не очень вас понимаю. Вот почему. И вы, пожалуйста, не разговаривайте, ведь вы со мной разговариваете по телефону. Чего вы ждете, когда я вам отвечу через телевизор? Вы же по телефону разговариваете? Не ждите. Да, да, да. Так вот, Наталья Евгеньевна, я вас не очень понимаю. С одной стороны, вы сказали о том, что у вас как бы эпилепсии нет, вам сказали, в этом краевом центре. А лекарства дают от эпилепсии. Это как так? Не знаю. Вот я почему и хотела бы... Мне как можно обследование провести? Это уж, пожалуйста, с местными докторами, с местными врачами решите этот вопрос. Значит, должны провести обследование. Понимаете? Потому что вот тут вот есть некое разночтение, Наталья Евгеньевна, которое я не могу понять. С одной стороны, у вас вроде как по заключению краевого центра эпилепсии нет, а лекарства вам назначают против эпилепсии. Правильно? Да. Так в чем же там дело? А вот я не знаю. Я тоже. Мне вот такое ставят диагноз. Если я теряю сознание, значит, говорят, это у меня эпилепсия слабой формы. Я не знаю. Извините, Наталья Евгеньевна. Ну, мне вот единственное поставили, что защемление шейного нерва, остеохондроз. Это защемление шейного остеохондроза, защемление позвонков, то есть, по сути, формирование грыжи позвоночной. Ну, понимаете, это процентов 80 людей. Ну, ни у кого же нет этих приступов, о которых вы говорите. Понимаете? Вот абсолютно у большинства людей. И сказать, что именно это приводит вас вот в такое состояние, когда вы теряете сознание и не очень помните, что с вами произошло, я бы, так сказать, сильно бы в этом сомневался. Поэтому вопрос надо решить со специалистами у вас. Я в этом случае не хочу и не имею права давать вам каких-либо рекомендаций или, извините, пожалуйста, советов. По одной простой причине. Я могу вам просто навредить. Зачем? Ну, ладно, извините тогда. Извините, Наталья Евгеньевна, но это правильно. Понимаете? Я ведь не экстрасенс, я не могу руками посмотреть, что у вас там такое в вашем позвоночнике происходит. Понимаете? Друзья мои, вот такого рода вещи, как у Натальи Евгеньевны, они должны решаться со специалистами. И решения должны приниматься уже по тому заключению, к которому пришли, по тому тем выводам, к которым пришли люди, занимающиеся этой профессией. По крайней мере, хотя бы неврологи, там и томография была сделана, и всё. Понимаете? Как в этой ситуации я могу давать какие-либо рекомендации? Вообще, это нонсенс, на мой взгляд. Если есть следующий вопрос, я готов тебе ответить. Алло? 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 Да-да, вы слышите меня? Да-да, я слушаю вас. Анатолий Евгеньевич, вот мы с мужем занимаемся вашей программой где-то с февраля месяца. У мужа был инфаркт обширный, мы съездили в Томск, ему данный стенд поставили, мы, конечно, об этом пожелили. Вот, ну, вопрос такой, вот его где-то через полгода после инфаркта стали беспокоить сильно отрыжки. Проверяли желудок, вроде там особых, ну, всё это, там рентген делали, желудка, желудочно-кишечного тракта, всё нормально, всё в порядке. Ну, вот, когда у него начинается вот аритмия, вернее, мы всегда ставили стенокардию, у него вот сразу всё это сопровождается такой отрыжкой. И уже настолько это замочило, у него уже наболело, там, говорит, такое ощущение, что желудок отрывается. Ну, вот, как бы справиться с этим. Ну, мы ведь скипидаровые обмазывания делаем, ну, программу 12-дневную проходили несколько раз. Ну, не всегда у него получается до конца довести эту программу, не знаем, или обострение начинается, или, может быть, в течении обстоятельств, просто самочувствие ухудшается. Простите, Ваше имя, что? Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна, скажите мне, пожалуйста, вот вы бы сказали о том, что вы с февраля месяца начали потихонечку заниматься этой программой, правильно? А какие-нибудь изменения были? Ну, да, мы, в принципе, избавились от лишнего веса. Хотя у него особо никогда не было лишнего веса, ну, после операции как-то мы вроде физически сильно не напрягались. Понятно, скажите мне... И забрали. Понятно. Да еще что? Да даже, честно говоря, как-то оно все так незаметно пришло. Но дело в том, что вот он до инфаркта, он как сайгак бегал по горам, крепкий вроде, никогда не жаловался на здоровье, вроде все было нормально. Вот. Так, ну, стенокардия, это аритмия его постоянно преследует. А аритмия какая? А аритмия какая? Ну, пульс у него от 45 где-то до 100 поднимается. Вот такое бывает. А у него обычные что, 45 ударов? Нет. Вот в том-то и дело, что сейчас у него как-то стал повышенный пульс. А ну вот я просто хочу сказать, что когда мы начали вот эту программу проходить, мы постепенно отказались от таблеток. Да. Вот. Ну вот когда у него начинается стенокардия, там... Надо принимать. Повышенное давление где-то вот под 150, то мы принимаем седнофарм. Ну, то, что вам назначено. По таблеточке рассматриваем. Да, ну то, что вам там, что назначено, правильно? Да, да. Вы знаете, какая вещь. Скажите мне, пожалуйста, Татьяна Васильевна, вы очищение сульфата магния делали? Да, мы все это проходили. Так, сколько раз эти вот 12 дней вы проходили? Ну, у него, наверное, получилось, я думаю, если по-полному, то раза четыре он... Раза четыре. Скажите, какие были обострения? Вы говорили про обострения, когда он вынужден был прерываться. Ну, вот сразу, вот когда начинаются частые стенокардии... Ну, приступы, да, 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 аритмии, аритмии скорее. Да, да, мы тогда уже прекращаем это сделать. Понятно. Ну, от мыла мы уже отказались, от мойщик заменяем скипидаровыми эмульсиями. Понятно. Вы знаете, что, значит, Татьяна Васильевна, вот что надо сделать. Ну, во-первых, от лекарства пока отказываться-то рановато было, потому что... Ну, они всегда под рукой. Ну, да, слава богу. За этим надо следить, это первое. И как ни странно, значит, я снова обращу ваше внимание на эту 12-дневную программу, потому что надо научиться, чтобы она проходила у вас без сучка, без задоринки. Понимаете, вот это очень важный момент. Это первое. И не надо бояться. Значит, возникли обострения, или возник приступы ритмии, пожалуйста, у вас лекарства есть, вы всё приняли, да? Подождали неделю и повторили. Понимаете, вот это вот очень важный момент. Потому что, я так полагаю, что вот в силу того, что за год где-то прошёл вот 4 таких вот этапа по 12 дней, да? Да. Значит, эти вот, ну, где-нибудь через 2,5 месяца получается один раз. Правильно? Да, да, да. А нужно, нужно, вот такой, такой возникает своеобразный режим продлённых 12 дней. Что я имею в виду? Посмотрите. Вы начали, вот сегодня провели сульфат магния. При проведении очищения сульфата магния ритм, как правило, не срывается. Правда? Ну, да. Не срывается. А вот срыв начинается вот когда, в тот момент, когда вы начинаете уже сорбцию. Ну, да, и где-то вот на 4-5 месяца. Вот в этот момент начинают происходить, так сказать, вот эти вот приступы аритмии. Чаще всего они начинают происходить из-за достаточно серьёзного и резкого дисбаланса по солям и микро-макроэлементам в организме. Их не хватает, понимаете? Ну, рапу мы принимали. Секунду, секунду, секунду. Не в этом приёме. Вы так любите все в себя чего-нибудь заталкивать. Татьяна Васильевна, извините меня, пожалуйста. Я уже, наверное, без телефона продолжу с вами разговор через перерыв. Ладно? Спасибо вам большое. Я буду отвечать для вас, потому что у нас сейчас маленький перерыв. После этого я продолжу.